Доброе утро! Вы на канале Усланы Александровны. Утро действительно доброе, утро действительно хорошее. Недоброго утра у нас не бывает. Погодка, правда, немножечко пасмурная, дождика нет. Но на улице хорошо. Весна ведь, правильно, всё оживает. Так, я делаю себе чай и очень-очень хочу рассказать о своей сестре. Я сделала вчера видео, ну, конечно, вы его уже посмотрели. Уже многие отреагировали на это видео. Но всё-таки в этом видео я всё не рассказала. А мне так хочется о ней рассказать. Этот человек такой души большой, знаете. Я вот вам скажу так. Очень любит животных. Очень любит. У неё дома несчётное количество собак и кошек. Да, то есть она может и на улице кормить. Это всё её. В доме, я, честно говоря, не считала. Не знаю. А вот собак, животных, что касается, это её. Она, мне кажется, даже животных больше любит, чем людей. Это точно. Но это я в шутку сказала. Не подумайте плохо о ней. Значит так. Смотрите. У неё пять коров. Представляете? Ути-гуси, это я вам не рассказываю. И в данный момент она живёт одна. Она похоронила недавно своего мужа. И ещё она всю свою жизнь работает в кончасти. Там работал её муж, как я вчера говорила вам, да. Вот. И она считается самой лучшей работницей там. То есть, если надо лошадь везти на случку, а это, знаете, всё-таки у них лошади участвуют в гонках, да. В скачках, не в гонках. Или, может быть, если я что-то неправильно говорю, это только от того, что я некомпетентна в этих вопросах. Понимаете? Вот. Они выступают на скачках. Это самые лучшие лошади в Краснодарском крае. А может быть даже и не только в Краснодарском крае. Вот. Теперь, если везти лошадь на случку, не каждый мужчина боится, да. Отвезти лошадь к жеребцу. Но она у меня запросто это может сделать. Ребята, это надо видеть. Это надо представить. Потому этот вопрос очень тяжёлый. Я же говорю, не каждый мужчина справится. Ухаживает за этими лошадями. Боже мой, она отдаёт всё, всё своё. Вот, всю свою энергию, всё, что можно, все свои силы, она вот отдаёт этим животным. Но они грациозны. Они такие красивые. Я когда бываю у неё в гостях, я не могу оторвать глаз. Поэтому я сделала это видео. Если вам интересно, пишите мне. Я обязательно буду вам показывать вот это прекрасное создание, как лошади. Вот, она у меня и машину водит, и может сено привезти на своём там. Как же он называется? Мотодрыгал такой у неё. Ой, ну в деревне должны все знать, как он. Муравей называется. А как? Мотороллер. Вот, 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 я вспомнила. Мотороллер называется. Кофе уже сделала сено. Сейчас пока остынет, а я вам расскажу о ней. И самое, что интересное. Её детки смотрят на маму. Ведь она отдала любовь животным. Так же, как и своим деткам, да? Детки видят, насколько мама любит животных. Она всю жизнь о них рассказывает. Она всю жизнь им показывает. Её дочь тоже работает уже много-много лет там. И сын пришёл, работает теперь у неё там на кончасти. Но он, правда, работает не очень давно. А вот дочка работает уже давно. Зять у неё работает там. Представляете? Настоящий семейный подряд. Правильно? Вот. Вот о таких людях надо рассказывать больше. Вот. Вот о таких людях надо пример ставить нашей молодёжи. Чтобы они видели, отдавали такое же тепло, такое же вот точно, такую энергию. Я даже слов не подбираю. Насколько вот глубочайшей любви к животным у моей сестры много. Вот. Если где-то слова неправильно говорю, вы меня уже извиняйте. Нерусским 99% скидки. Вы меня понимаете. Я часто об этом говорю. Иногда окончание неправильно, а ещё по-русскому трояк. Вот оно и выходит всё, да? Боком. Ну всё, ребятки. Я попью кофеёчка и продолжим. Сегодня в программе у меня что? Окрошка? Вы вчера смотрели видео. Мой муж сказал, хочу ещё окрошки. Ничего не хочу. Хочу окрошки. Ну что, выполняем. Да? Заказы в нашем ресторане. По приходи клиента. Расскажу вам, что я использую для своей окрошки. Так как меня просили подписчики подробно показать и рассказать, что у меня входит в мой состав окрошки. Значит так. Лук и чеснок. Огурчики. Разная зелень. Здесь у меня зелень с моего огорода. Какую вы любите зелень, такую и крошите. Ну, видите, королева редиска. Картошка. У меня девять штук. Можно картошку вообще не использовать, если вы не любите. Это у меня сардельки. Можно использовать также куриное филе или какие-нибудь там колбасные изделия. Дальше обязательно яйца. Сыворотка. Вот если у меня сегодня... Это домашняя сыворотка. Если у меня сегодня сыворотки не хватит, я буду использовать нарзан. Так, кажется, показала хорошо я вам всё. Теперь, что я буду ложить из специй. Ребятки, если вам не хватит кислоты, вы можете использовать лимонную кислоту. Добавить немножечко. Осторожно. Буду использовать перец чёрный. Это у меня обязательно. И для цвета, если вы хотите, чтобы она была жёлтенькая-жёлтенькая, можете добавить куркуму. И в самом конце я добавляю сметану. Когда я уже подсолю хорошенечко, да, попробую, какая у меня получается на вкус моя окрошечка, тогда я обязательно добавляю сметанки. Сметанку просто рекомендую добавлять. Вкус будет обалденный, ребята. Сейчас я немножечко расскажу, может быть, даже кто-то и не знает, как быстро очистить яйца. Вот вы отварили, потом слили воду горячую, хорошо накрыли крышечкой кастрюльку и без воды хорошо поколошматили яйца. Потом, ребят, налили холодной воды, и он, вот, мне просто неудобно. Она, видите, я даже одной рукой. А там она вот уже, даже сама почистилась уже. Поняли как? Быстро, смотрите, как отлетает. Вот, как поколошматили под крышечкой. Всё, ребятки, яйцо очищено. Поняли? Быстро, удобно, пользуйтесь. Друзья, вот посмотрите, в окрошке у меня пол кастрюли зелени, вы видите? То есть, вся зелень, что у меня есть, лук, чеснок, редиска и огурцы. Вот больше должно быть зелени. И какая моя окрошка? Я сюда добавлю сейчас сардельки, яйцо. Вот. Это буду и отложу себе. Заправлю всё, сделаю как положено. Вот. А общая уже окрошка будет добавлена у меня. Картошка. Вот так, ребятки, я готовлю окрошку. Окрошка практически готова. Так, ребятки, забыла отложить картошку. Ой, себе окрошку, чтобы без картошки. Ну, ничего. Чтобы снизить гликеническую нагрузочку, можно добавить яблочный уксус. Это, наверное, все знают. Поэтому я так и сделаю. Добавлю не лимонку для себя, а яблочный уксус. Тем более, он домашний. Муж мне делал этот уксус сам. И вы обратили внимание, кастрюля полная у меня, 5-литровая, да? Придётся сюда в большую, в 10-литровую кастрюлю перекладывать и потом уже разводить моей сывороткой. Вот и совсем другое дело. Правда же? Правда же. Дочечка уже едет. И сейчас Леночке Снохе позвоню. Скажу, дочечка, едь, есть окрошечка. После работы заедет и Сноха. Накормит моего сыночка, мою внучечку. Вот добавила перчику, добавила соли по вкусу. Перчику тоже немало добавляю. Ну, должно всё иметь свой характер, понимаете? Здесь у меня даже маленькие листочки хрена. И мята, и тархун. Всё есть, ребята, но только в малых количествах. Теперь будут детки сыты. Леночка, дочечка, тоже сказала, приедет. 10 литров хватит нам, думаю, на всех с головой. Показываю вам очередное моё платьице, которое я изготовила своими руками. Я думаю, что вам понравится. Да? Вам нравится? Ну как? Подойду немножечко поближе, чтобы вы видели. Хотя не сплотится. Там опорочка. Рукав тоже опущенный до локтя. И очень-очень, очень даже удобно. Да. Ну, немножечко. Тоже надо уже ушивать. Как я вам уже говорила, я сейчас занимаюсь немножечко своим питанием и хочу постранить. Ну вот. А кого интересует, как я похудела, почему я похудела, я вам напишу. Обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь. Со мной вам будет очень интересно. Благодарна тем подписчикам, которые подписались на меня, которые оставляют комментарии, ставят лайки. Я очень-очень искренне вам благодарна. Ребята, пожалуйста, кто ещё с Ютуба не подписался на Дзен, пожалуйста, подпишитесь. Вот такая красота. А Дзену особое спасибо. Особое спасибо. Ребята очень активные, помогают мне и в просмотрах, и в комментариях оставляют своё мнение обо всём. Одним словом, слово паразит, одним словом, я искренне благодарна всем моим подписчикам. А гости канала, добро пожаловать в друзья.